Вот это кладбище Натания, вот это могила Рэбэдсанс. Я хорошо знаю это место, часто, наверное, бывает чаще, чем на других, потому что я здесь покоронил свою маму, поэтому место мне знакомо. Я вам расскажу об этом праведном. Здравствуйте, дорогие друзья! Код Стейшн 2. Знаете, если кто-то хочет приобщиться к духовному, какому-то напитаться духовно, или, если не дай бог, у кого-то болезнь, очень многие люди приходят на могилы праведников, просят бога там, чтобы помочь. Вот здесь вот могила человека, который, ну, я бы сказал, это йов поколения нашего. Я специально тут, вот видите, держу в таком вопросе, чтобы не ошибиться. Короче, Адмор Клаузенберга, да, это знаменитый человек, великий человек. Я коротко расскажу его историю, но, чтобы все помнили, это правнук, Адмор Исанс, первого, который основал, который Дедрей Хаим, автор. Это автор Сгулы, который раскрывает, почему книга «Товер двора» является эффективным средством для экологических заболеваний. Может, и поэтому сюда многие люди больнее этим заболеванием приходят, и по-другим. Этот человек относился к материальной стороне жизни совершенно, как будто бы она не существовала. Он ел один раз в день, его долго напоминал, там, забитый, там, какой-то старый дом, и в конце концов, чтобы для общины начали отдавать зарплату его жизни. Но не об этом речь. Началась война. Аушвиц, Дахау. Один сын детей потерял, он в лагерях смерти, жену потерял, последний остался, сын его живой, после войны он сразу через три месяца умер. Полная катастрофа. Был знаменитый марш смерти, когда их гнали из Дахау. Из двух тысяч юридиков дошло 300. Это все арабия, которая лежит здесь. Теперь о том, почему мы приходим на эту могилу, почему мы действительно считаем, что это правильно. Через два дня после освобождения, да, он открыл Ешилу в соседнем лагере. Преподавал он ее без книг в лагерной одежде, да. Перед тем, как их освободили, их посадили в вагоны, догнали такой станции, вдруг открылись вагоны, и эсэсовцы с оборванными уже всякими наклейками сказали, все, уходите. Все пошли, а он кричит, ребята, подойдите, шаббат, куда мы идем? Но тем не менее, многие узненькие вышли и пошли. В это время группа эсэсовцев вышла из лагеря, всех убили, кроме тех, кто не вышли из вагона. Я просто рассказываю вам то, что написано много, вы можете это прочитать. Это было не все. После того, как он понял, что погибли все, и последний сын тоже, любой человек мог сломаться. Но он поехал в Америку, открыл первую Ешилу в Америку в 1946 году, на святую землю потом приехал. Здесь он заложил район Натании Цанц, все знают, знаменитую больницу Ланиада. Он пообещал себе, что если выживет в лагере смерти, то обязательно откроют больницу, в которой будут людям помогать еще с точки зрения иудаизма. Интересную историю рассказывал абонит Хава Куперман. Когда он приехал сюда первый раз, он постарался сделать седр для людей, проживших, выживших катастрофе. И вот, когда он пришел, собрали людей, он хотел возлететь, но люди отказались. Они сказали, мы не хотим иметь дело, Бог нас бросил, он допустил катастрофу, мы не можем. И тогда встал Раф, он сказал, вы знаете, сколько людей выжило, выходя из Египта? 20%. А знаете, сколько евреев вытащило в катастрофе? Он говорит, тоже 20%. Так вот, мы сейчас будем делать седр, потому что мы, выжившие, поблагодарим Бога за то, что мы выжили. Это первое, что мы должны сделать. А дальше начинаем строить свою жизнь. Драби построил потрясающую совершенно систему Ишивы в Америке, в Израиле. Он оставил после тебя огромную больницу, много последователей. И сюда вот приходят люди, на этот гостейшен, здесь безусловно осталась духовная память праведника. Сюда приходят очень многие люди, которые, повторяю, у которых есть проблемы. Кстати, у тех, у которых проблемы со здоровьем, у тех, которые там другие, ну, в здоровье здесь в первую очередь приходят. Поэтому вот эта станция, вот этот праведник, если зажечь за него свечку или прийти к нему, можно что-то в духовном мире заработать. Спасибо.